Я добавил самый роскошный магазин миллиардеров с самыми дорогими развлечениями в мире, начиная от личных самолетов и вплоть до собственных планет. И пригласил двух своих друзей-ютуберов, чтобы устроить самое дорогое соревнование и узнать, кто первым заработает 1 миллиард долларов. Ведь в самом начале мы просто бомжи. Итак, наша задача распокатить, и для этого я открываю магазин миллиардера. Битва началась. Поехали, поехали. Как видите, я бомж. Это и так понятно по моему лицу, я думаю. Валялся в мусорных баках. Как вы понимаете, сегодня я бомж, как и домер вместе с тумкой. Вы посмотрите, где мы появились. Это огромный особняк. Это особняк миллиардеров, которыми мы пока что не являемся. Вы посмотрите на это место. Тут огромный-огромный бассейн, какое-то ограбление, банка. Что это вообще за дорогие предметы? Личный самолет, вертолет с деньгами, машина миллионера. Жаль, что я пока что бомж. Денежное сердце 290 тысяч. В принципе, магазин достаточно богатый, потому что можно купить цепь бизнесмена. Но, как вы видите, по моей толстовке я очень замотивирован. Потому что этот кубок, который нам по итогу необходимо будет заполучить, достанется мне. Надо решить, что мне купить. Я возьму что-то подешевле. Это деньги в долг. Шок-контент. Тумка берет в долг деньги. Мне реально придется взять деньги в долг, потому что выбора другого больше нет. Я получил деньги в долг. Если нажму право кнопкой мыши. Мне нужно вернуть кредит. Стоп, подождите, как мне вернуть кредит? Секундочку, что вообще происходит? Мне нужно вернуть кредит. Это как его вернуть? Мы можем попросить деньги в долг! Спасибо. Дай мне денег в долг. Дай, 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 дай. Если посмотреть на мою толстовку, вы поймете, что я очень сильно замотивирован. И собираюсь сегодня купить что-то из этого. Вы посмотрите на мой баланс. Сверху слева у меня теперь 100 долларов, которые мне, видимо, дали в долг. Но я не знаю, как их вернуть срочно. Мне нужен новый предмет. Мне нужно будет скоро вернуть долг, а я не знаю, как это сделать, окей. Я могу, возможно, выбрать какую-то работу на заводе за 50 долларов. Окей, выбрал, другого больше нет. Покупаем. Меня телепортировали, видимо, на завод, где мы сейчас будем работать. Потерялся я. Мне нужен мусорный бак. Я нашел мусорный бак. Я сейчас в него залезу. Мы в нем пороемся. И посмотрим, что там есть. А ну. Ить, ать, ать, ать. Ааа! Дай мне мусорный бак! Неужели из-за того, что я бомж, мне не хотят в этом магазине дать мусорный бак? Ааа! Вертолет с деньгами. Личный самолет. Денежное сердце. В самое сердце! Ограбление банка. Смотрите, ламу купить можно. В общем, друзья, я так понимаю, что какие-то из этих предметов можно взять. А поскольку ни на что мне тут не хватает абсолютно. Грязный меч. Погнали, что? Добывать деньги давайте? Я не могу поверить, что я только что взял в долг деньги, которые мне нужно отрабатывать. Причем у меня на это очень мало времени. Если я не беру на этот долг, что со мной случится? Времени у меня остается немного, я не знаю, как мне заработать на этом заводе. Стоп, что это такое? Оу, видимо, здесь какая-то поломка. В разных бочках я нахожу различные предметы, инструменты и гаечный ключ. Окей, секундочку. Возможно, мне нужно помочь. Мне нужно помочь на заводе восстановить этот блок. И, мамочки, посмотрите! Я возвращаюсь обратно в магазин, у меня 800 долларов. И я успел вернуть кредит. Я надеюсь, что я в этом мусорном баке найду себе миллионы долларов. Что за... О! Деньги, деньги, деньги! Где, где, где удочки, деньги, 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 деньги? Сейчас мы собираем, главное, чтобы они у меня не подобрали... Вот, бомж, Зимон пришел! Нифига себе! А ну-ка, подбирай вещи! Ах ты, цыган! Цыган, стаган рока! А, подбираем, убегаем! Убегаем, убегаем! Было бы круто себе купить личный самолет или же хотя бы вертолет с деньгами, но все-таки нет. Я куплю себе что-то понешевле, это будет денежная лама. Я ее покупаю. И теперь у меня появился новый питомец. Это моя лама. Я так понимаю, что ее, наверное, можно как-то призвать. О, смотрите, она от меня убегает. А это вообще нормально, что моя лама из Фортнайта от меня почему-то убегает? Стой, я же тебя приручил! Для чего стой? Она, эээ, не слушай, ты что? Здесь вылетают деньги. Какой еще офис? Какое программирование? Какие еще рестораны? У меня свой вид заработка, я зарабатываю на ламе! 310 долларов мы с вами насобирали. Давайте посмотрим, что у нас есть. Я нашел какую-то денежную кирку. Смотрите, она выглядит дорого-богато. Я надеюсь, что у меня цыган Зимон в этот раз ничего не стырит. Что она может вот эта вот денежная кирка? Давайте я сейчас попробую ей что-то сумать. Я могу ломать траву и за это бабки получать! В общем-то, сейчас я буду получать деньги за то, что буду убивать мобов. Зарабатываем деньги охотой. Окей, на самом деле это странно, но реально каждый раз, когда я бью эту ламу, я на этом зарабатываю немного денег. Я не уверен, что ей это особо нравится, но это прикольно! Мне интересно, как в эту ламу помещается так много денег, и что самое интересное, у меня на балансе уже 37 тысяч, но сколько у моих врагов? Uno momentos, поправитус. О-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, сколько же тут травы всякой? Я уже заработал 3 тысячи, 4 тысячи! Друзья, у нас есть уже много кожаных штанов, мы будем ими торговать. Погнали в магазин. Так, друзья, у нас уже 91 доллар! Денежная пушка, забираем её, всё, друзья, погнали крафтить деньги просто! Кстати, есть один лайфхак и в жизни, как можно стать более самостоятельным. А для этого нужно стать финансово грамотным и научиться правильно откладывать деньги! В этом, кстати, помогает Тинькофф Джуниор. Это настоящая дебетовая карта для детей до 14 лет, которая теперь наступна в дизайнах популярных героев и смешариков, благодаря чему карта стала ещё более стильной и клёвой! Тинькофф Джуниор это не просто карта, это возможность стать финансово грамотным и почувствовать себя взрослым. Вы можете совершать любые покупки и получать за них бонусы, которые можно обменять в кафе или, например, столовой. Один бонус равен 1 рублю. Ещё с этой карты у вас появится доступ в мобильное приложение, в котором вы сможете бесплатно открыть счёт копилку. В отличие от копилки наличными, с Тинькофф Джуниор копить быстрее, потому что банк будет добавлять к вашим накоплениям до 7% в год с подпиской Тинькофф Про. И, наверное, самое крутое, вы можете бесплатно пополнять счёт копилку прямо со своей карты. Плюсом ко всему, в приложении вы сможете пройти полезные курсы и почитать комиксы по финансовой грамотности, созданные специально для детей. Кстати, Тинькофф Джуниор со смешариками можно оформить по ссылке в описании, но спешите, ведь количество карт в таком дизайне ограничено. Я только что взорвал ламу, я не знаю, как себя чувствовать, хорошо или плохо, но я отправляюсь в магазин. У меня 58500 на балансе. И как насчёт того, чтобы купить вертолёт? Реально, вертолёт с деньгами. Недавно я был бомжом, а теперь я поднялся. У меня свой собственный вертолёт. Самое время проверить, на что способен мой вертолёт и сколько денег он может мне принести. О, 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 я присылал сразу три. О, мой гад, что? Я присылал три вертолёта, они присылают мне деньги. Больше 7000 долларов я могу себе что-то интересное купить. Знаете, я чувствую, что я немножечко криминальный бомж, потому что за 2500 долларов я могу ограбить целый банк, поэтому... Ну что, я смотрю, вы спите, да? Что ты, дорогой, сегодня работа тяжёлая была. Да, я вас понимаю. Работал 7 дней в неделю, конечно. Тяжёлая жизнь, мужики. Отдыхайте, отдыхайте. Как раз повезло, что вы банк не закрыли. Так, а, у меня же этот есть денежная кирка. 6000 как-то заработал. 8? Нифига, нифига. Пошёл процесс, прошёл. Оказывается, надо было дойти до этих. Я потихонечку, потихонечку богатею, ребята. Так, друзья, окей. У меня есть сейчас вот такая вот пушка. Ну что, мобы, где вы? Я уже, друзья, заработал 700 долларов. И вокруг меня появляются, посмотрите, зомбаки разные. Спасибо, вертолёт, что кормишь меня сегодня, окей. Видимо, это какие-то мои старые должники, которые возвращают мне мой долг. Но самое крутое, это то, что я могу призвать больше и больше и больше вертолёта. Боже мой, сколько тут денег? Я не реально скоро стану миллионером, а вскоре и вовсе миллиардером. Но знаете что? На этом мы не останавливаемся. Мы отправляемся в магазин. Я поднимаюсь на второй этаж нашего особняка, потому что тут самый драгоценный предмет из всех, что мы хотим получить. Самый главный предмет этого ролика. Кубок миллиардера за 1 миллиард. Но пока что я пойду возьму ещё денег в долг. Давайте посмотрим, что мы теперь можем с вами как раз-таки купить. Машина миллионера, конечно, я бы хотел себе машинку, но на неё не хватает денег. А вот на автобус за 17 тысяч долларов. Без проблем, без проблем, как вы понимаете. Али-оп, это мой автобус. Так, друзья, мы накопили 5 тысяч долларов. И я сейчас хочу посмотреть, что за них вообще я тут могу купить. Так, денежный ТНТ, всё. Значит, получается у меня ещё 5 тысяч долларов в летении. Так, и чё? Подожди! Так, чуть-чуть тогда... Сколько денег? Что? Я могу в целом купить себе костюм миллионера. Он стоит 59 тысяч 999 долларов. И да, это много. Но я его только что купил. Что этот костюм мне подарит? Йоу! А вы вообще кто? Окей, чуваки, здравствуйте. Что вы тут? О, 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 о! Так, друзья, у меня есть 140 тысяч долларов. Что я могу за них купить? Ламу кто-то купил за 700 баксов. Я так хотел купить Ламу. Не-е-е-е-ет. Очки с ультрафиолетом. 135 тысяч. Мне подходит. Так, друзья, что нам дают очки с ультрафиолетом? Нифига себе! Ну что ж, друзья, я просто бегаю по миру и собираю эти самые денежки. Смотрите. Пора, вот, диктыр-пырдыр. Такси недорого, недорого. Подвезем до города. Не стесняемся, не стесняемся. Уважаемый житель, садимся. Я могу домам ломать! То есть я ломаю им дом, и мне за это даются деньги? 100 тысяч долларов! Теперь у меня 316 тысяч долларов на балансе. И я нашел следующий предмет. Это какое-то денежное сердце. Я начал того, чтобы оп, тебя купить. Все, мы получили предмет. Это денежное сердце. И как я могу его активировать. Стоп! О, моя что! Посмотрите, сколько у меня теперь жизней! Так как у меня уже дофига денег, давайте я выброшу всякий хлам, потому что я хочу купить меч миллионера. Я же все-таки миллионер. Надо, правда, грязь из себя стереть будет. Друзья, у меня есть миллион четыреста долларов. И за эти деньги я присмотрел себе одну такую небольшую покупочку. Денежная планета. Все, друзья, тратим эти деньги. Забрали денежную планету. Let's go! И что он может? Давайте попробуем на зимуне это проверить. Опачки! Меч миллионера, стой. Да не-не-не-не. Так, я не понял. Я не понял, ты что бьешься? Подожди, проверочка, проверочка. Что-то он не работает. У меня деньгами пуляется. Он меня бьет, ребята, он меня бьет. Почему он меня бьет? Что ему от меня надо? Меч миллионера, может он сейчас мне миллион принесет за Зимона? Зимон, прости, это все бета-тестирование. Отстань от меня. Иди в лужу, падай, Сережа. Домер. Взял, убил меня. Миллион не принесу. А, вот так вот, оказывается, нужно было делать ничего себе. Я еще, конечно, не миллиардер, но я к этому очень близок. Следующий предмет, это денежный завод за миллион сто пятьдесят тысяч. Окей, это будет дорого, но я это куплю. Йоу, куда меня телепортировали? Оу, это какой-то завод. Да, это тот самый денежный завод. Я могу на нем летать. Сколько миллионов я зарабатываю? Куда ты вообще летишь? Меч туда влево, туда вправо. Уже полтора миллиона заработал. Я не знаю, друзья, что будет, когда я поставлю эту денежную планету, но давайте прямо сейчас с вами на это посмотрим. Ставить ее будем подальше от всех. Примерно вот здесь. Погодите, она, она растет в размере. Ё-моё, гляньте, нифига себе. Нифига себе. Так, там выпало очень много денег, очень много денег. Выпало, надо срочно это собирать. Очень много денег, быстрей, быстрей. Собираем, офигеть, друзья. Просто собираем все эти деньги. И я нашел в магазине один предмет, который мне очень сильно понравился. Это личные самолеты. Поэтому прямо сейчас мы... Это я так притянул к себе деньги. Теперь я понимаю, что означает, когда говорят, что деньги зарабатывать нужно с трудом. Я реально согласен, это тяжело. Это тяжело делать шаг вперед и шаг назад, чтобы просто забирать себе эти деньги. И тяжело, когда у меня всего лишь 3 миллиона долларов на балансе, а мне надо 7. Мне вот просто интересно, пока я сижу и как пылесос просто всасываю в себя все эти деньги, чем занимаются остальные? Полетели. Да куда тебя все время, это ведет не в ту сторону. Да у тебя на шо? Шило в жопе, чешо, я не понимаю. Ну, в пустыне должно быть все нормально. Да куда тебя тянет дерево? Аааа! Личный банк, 2 миллиона долларов. Покупаем. Добрый день, да, здравствуйте. Это Зимон, да, ваш босс. Здравствуйте, здравствуйте. Я пошел в свой личный кабинет. Ой, так деньги зарабатывать тяжело. Банк был ограблен игроком мистер Домер. Чего? Я почти что уже готов. Скоро у меня будет 7 миллионов. Я куплю себе личный самолет. И сразу после этого я смогу стать миллиардером. Все, отлично, я готов. Я иду к своему самолёту, и я сейчас его куплю на все свои деньги. Вот она, жизнь миллионера. Всё, у меня теперь свой самолёт. Денег не хватит на хлеб. Но ничего страшного, зато полетаем. Я ношу денежный принтер. Я думаю, если мы его купим, мы сможем деньги вот так. Это же имба, это дюб в реальной жизни. Денежный принтер. Короче, я открываю свой магазин, друзья. Это моя бизнес-империя. Мы сейчас с вами вот здесь вот построим свой собственный магазин. Где будут стоять у нас денежные принтера. Поэтому, чем больше принтеров, тем больше денег. Как говорится, не зря меня мама учила. Говорила, деньги печатать нельзя. А вот, мама, посмотри! Как вы понимаете, успех это не только про взлёты, но и про падения. Не важно, сколько раз ты упал. Важно, сколько раз ты поднялся. И я бы мог купить денежную кирку. Но вместо этого я куплю машину миллионера. Так, ребята, ну что могу сказать? Интересно, ламборгини с личным водителем ФФВ. Неплохо. Интересно, что там вообще происходит? Разъезжает Зима на машине. Ладно, окей. Я хочу призвать свой личный самолёт и посмотреть, что он умеет. Интересно, стоила ли эта штука примерно 7,5 миллионов долларов. Давайте-ка мы, наверное, узнаем. Сядем в эту махину и... О, о, о. Да-ха-ха. Но мне снова надеются костюмы. Я взлетаю. Окей, это действительно круто. Я могу гораздо быстрее Зимана путешествовать по всему миру. И также сзади... О, сзади зелёной частицы. Я зарабатываю деньги. Итак, прямо сейчас пилот Тумка Геймс просит всех пассажиров пристегнуться. Ведь мы будем совершать мёртвую петлю. Интересно, а где я? Я наконец-таки заработал миллиард и пришёл в магазин. Но я здесь, видимо, не один. Стоп, секундочку. Э, тут и другие. Я очень надеюсь успеть купить первый этот кубок. Эй, подожди, подожди, подожди. Я должен его купить. Друзья, я просто за мной сейчас бежит домер. Я просто должен это сделать. Я должен его купить. Быстрее, Тумка, нет, 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 нет. Стой, 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 нет. Нет, 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 нет. Что, они застроили его блоками? Серьёзно, быстрее. Я хочу купить его. Блок, кубок миллиардера. А кто? А кто купил? Секунду. Что? Кто его вообще купил? Нет. О, мэгат, только не домер. Так, поднимаемся мы сейчас на второй этаж. И тут, и тут... Вот, кубок миллиардера. Так, здесь никого рядом нету. А то я помню двух бомжей, Зимана и Тумку, которые могли бы сейчас его украсть. Всё, я его купил! Я сейчас спрячу, чтобы они не знали, что его там больше нету, у этого кубка. О, получил этот кубок! У него ещё какая-то клёвая цепь, что ты с ним будешь делать? И что вы там ищите? Вот этого? Ты прикинь, он нас надурил, он уже давно миллиардер. В смысле давно миллиардер? Кто это застроил? Так, давай так, смотри. Я тебе стейк, а ты мне кубок. Так, кредитная карточка, можно на неё положить пару... У меня два блока земли! Блин, тяжело, тяжело, тяжело определиться. Давай его просто изобьём. Давай, погнали! Забирайте между собой, кто первый подобрал... О, 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 да! Я подобрал кубок миллиардера. Знаете что, дорогие друзья? Хочу сказать спасибо всем, кто... Что? Что происходит? Э, что происходит? Йоу, йоу! Ты что сделал? Ты что сделал? О, май гад, о, май гад, деньги везде, деньги везде, деньги везде! Повезло, что я отдал кубок. Походу, этот кубок был каким-то проклятием, потому что я получил кучу славы, и я же в ней утонул.